Hello beautiful people, Ken is in the house, и добро пожаловать в Puzzle English. Как ты видишь, снимаем мы сегодня в красивом парке, это Воробьевы горы, кстати, кому интересно. Здесь все цветет, растет, пахнет, поэтому я решила, что нужно поговорить об аллергиях, потому что не всем людям цветение и растения одинаково полезны. Так вот, сезон аллергии так и называется, allergy season, пик сезона, peak allergy season. Почти так же, как по-русски, очень легко запомнить. Тебе, кстати, эта лексика пригодится, если ты, например, заказываешь что-то в ресторане, тебе нужно официанта предупредить, что у тебя аллергия на что-то, или в аптеке в какой-то иностранной покупаешь лекарства, чтобы ты смог объясниться хотя бы двумя словами. Так вот, как сказать, что у тебя на что-то аллергия? Двумя конструкциями. Первое, I am allergic to something. Там уже сам добавляешь, на что у тебя аллергия. I am allergic to flowers и так далее. Кошки, мед, клубника, цветы. Еще ты можешь эту конструкцию немножко переделать и сказать, I have a что-то allergy. I have a cat allergy. I have a honey allergy и так далее. Вообще, самые распространенные в мире аллергии, вот эти продукты нужно просто знать, это I am allergic to dairy, молочные продукты. I am allergic to eggs, на яйца аллергия у людей бывает. I am allergic to nuts, орехи. I am allergic to shellfish. Shellfish это все, что с панцирем, всякие там крабы, креветки, раки, вот эта вся история. I am allergic to seafood, если вообще на морские продукты. Очень модная сейчас почему-то аллергия, я не знаю, правда ли она у всех есть, или это какая-то надуманная история. Gluten, да? I am allergic to gluten. Ну и, естественно, то, чем сейчас все страдают, это аллергия на цветение и растения. Вот это единственная аллергия, ну, может, и не единственная, но одна из, в которой слова аллергия нет. Называется эта штука hay fever. Hay как сено, fever как лихорадка. Причем, неважно, на пыльцу ли у тебя, на траву ли, просто можешь сказать I have hay fever every spring. Каждую весну у меня вот это вот hay fever наступает. Ну, или ты можешь быть счастливым человеком, как, например, я и Максим, который сейчас за кадром. У нас нет аллергии ни на что. То есть, ты можешь сказать I am not allergic to anything, или I don't have any allergies. Вот так можно сказать. Теперь, естественно, у тебя может не быть никаких аллергий, но у тебя может быть аллергическая реакция. Называется так же и по-английски, как и по-русски allergic reaction. Например, I have been using this cream for years, but suddenly I had an allergic reaction to it. Я уже годами использую этот крем, вдруг, откуда ни возьмись, у меня на него пошла аллергическая реакция. Ну и, естественно, аллергические симптомы. Аллергические системы. Есть такое слово аллергические? Симптомы аллергии могут быть разные. Самые основные, это, наверное, sneezing, чихание. Itching, это когда чешется. Ты можешь сказать my eyes are reaching, когда чешутся глаза. Runny nose, это когда немножко сопливит нос. Skin rushes, это раздражение на коже. Ну и, соответственно, проблемы с дыханием, это уже астма, я полагаю. По-английски так же, как по-русски. Теперь, дальше. Набор юного аллергика. Набор юного аллергика, туда входит антигистаминный, который по-английски называется так же, только нужно это произнести. По-английски, антигистаминс. Потом ты приходишь в аптеку и спрашиваешь антигистаминс. И они могут быть prescription only. Prescription only означает, что ты не сможешь купить, если у тебя нет рецепта от врача. Ну или, соответственно, можешь. Тебе аптекарь об этом скажет. Еще, как у каждого аллергика, у тебя, наверное, с собой должна быть коробочка или упаковка вот этих вот сухих платочков. Называется это box of tissues или pack of tissues. Ну и совсем, если все плохо, вот я видела у людей, например, аллергия на орехи, когда у человека просто прикрывает дыхание, анафилактический шок, также это будет по-английски, анафилактик шок, и такие люди, как правило, носят с собой вот этот маленький дозатор, если что-то случилось, чтобы они могли быстренько как-то что-то с этим сделать. И вот этот вот дозатор, эта игла называется EpiPen. То есть, если вдруг у человека что-то случилось и происходит, он говорит EpiPen, он, скорее всего, просит тебя у него в карманах пошариться и найти ее. Ну и, пожалуй, подведем итоги. Если ты аллергик, то ты будешь, наверное, смотреть на содержимое еды, которую ты покупаешь. И если тебе нужно, чтобы чего-то в этой еде не было, ищи на этикетке слово что-то free. Например, dairy free означает, что там нет молочных продуктов, sugar free – нет сахара, fat free – нет жира и так далее. И очень многие сейчас продукты, если обратишь внимание, посмотришь, по-английски написано may contain traces of и там чего-то. Это означает, что в этом продукте могут быть следы may contain traces of nuts. То есть, в принципе, орехов нету в этом продукте, но могут быть следы, и если ты аллергик, то тебе это может аукнуться. Ну что же, вот тебе базовый набор слов юного аллергика. Я надеюсь, что если она у тебя и есть сейчас, эта самая аллергия, то она очень скоро пройдет. Всем хорошей весны, хорошего лета, и до новых встреч на пазл-индже.